Слава Господу! Я начну не с темы, я начну немножко с другого. Я сейчас разговаривал с Москвой и брат Ваня Федотов. Начальствующий епископ. Вы знаете, о ком я говорю? Вы, наверное, его зовут Иван Федот. Иван Петрович. Но мы когда приходили в церковь, они говорили, Ричард, мы... Я брат Ваня, я брат Миша. Мы все братья и сестры, я не могу по-другому уже научиться. В общем, он передавал всем большой привет. Он сказал, ты уже в Томске? В Томске. Вы уже трудитесь? Да, трудимся. Я вас благословляю и молюсь за вас. Вот Володя Мурашкин передает привет. Ришат, кто его знает, да? Это сейчас директор РАМХВМ. Вот. И брат Володя Головин. В Тюмени мы с ним разговаривали сейчас. Я скажу то, о чем нужно... Мы будем сейчас с вами говорить. О взаимоотношении с родителями. Это действительно, опять, совершенно другого плана тема. Она... Нельзя сказать, что она не духовная, но она в какой-то форме больше техническая или практическая. Я сейчас разговаривал с братьями и сказал, здесь не нужно так много времени, и, может быть, даже нужно по-другому сделать, что я скажу что-то, что у меня на сердце, и пусть кто-нибудь, может быть, Алексей Игначич, может быть, они что-то скажут. Потому что эта вещь такая, она более практическая. И я сейчас начну что-то вам говорить. А, может быть, в ваших условиях это чуть-чуть по-другому выглядит. Я думаю, вы понимаете меня. Но одно можно сказать. Можно вопросы. Да, можно вопросы. Но одно можно сказать, что это взаимоотношение крайне необходимо. Насущно необходимо. Жизненно необходимо. Оно вытекает из Библии. Мы откроем с вами к Ефесянам 4. И прочитаем, ну, мы прочитаем с 11 стиха. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяком ветром мучения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Вы поняли, что я последние слова начал подчеркивать интонации, потому что нам понятно насчет апостолов, нам понятно насчет евангелистов, нам насчет пророков, служителей, пастырей. Это вам все понятно, но тут дальше, окончание говорится, что все-таки тело работает при действии свою меру каждого члена. Знаете, даже так же в теле человека. Был такой период, такое настроение, я не знаю, помнит тот или не помнит, у медиков возникла такая идея, что в человеке есть так называемые рудиментарные органы, понятно, что такое, да? Органы, которые сейчас не действуют, они якобы от обезьяны по наследству достались, и они совершенно не нужны, в частности аппендикс. Там у них даже были идеи чуть ли не сразу его удалять, как только он родился, нечего ему и мешаться. А потом выяснилось, что это не так. Не всё, что выглядит, как кишки, работает, как кишки. Есть вещи, которые работают гораздо сложнее. Гораздо сложнее. При действии свою меру каждого члена растёт и созидается человеческий организм. Точно так же и церковь. При действии свою меру. Конечно, я нисколько сегодня не хочу умолить роль пастырей, служителей, епископов, но я хочу также сказать, что это неправильно, если всё прилагается только на них. Есть вещи в свою меру. Мы видим, что когда-то апостолы сказали, когда-то апостолы сказали, что нехорошо нам печись о столах, оставивши Слово Божье. Меня поставили дьяконов. Они не унизили своё служение, и было бы неправильно. Приехал я там в одно место, в Тольценау. Она мне говорит, сестра, у меня душ не работает в церкви. Я говорю, сестра, ты кого-нибудь другого спроси. Ну что, я региональный епископ приехал, сейчас я душем буду заниматься, накручиваешь 60 тысяч каждый год на машине. Она немножко сначала, вроде даже как-то обиделась, а потом ей один пресвитер говорит, ну что ты к нему пристала? Ну что ты к нему пристала? Ну ему ещё только не хватает сейчас сантехникой заниматься. Когда у меня в этот момент почти целую неделю было там обучение библейское. Ну какой там мне душ в этот момент? Это меня выключить на пару дней. Я говорю, сейчас братья приедут, которые будут заниматься, ты им скажи, они что-нибудь придумают. И раму менять я не буду там, в этом месте, потому что там плохой обмен воздуха. Но просто это невозможно всё реально. Не потому, что я этим пренебрегаю, не потому, что я считаю, что там епископа и это люди какого-то высокого положения, которые не могут что-то сделать. Но апостолы когда-то сказали, нехорошо нам оставивши слово, печи со стола. И я хочу сказать, никакое место, оно не является низким. Никакое место. Истинное достоинство труда заключается не в положении, а в верности. Истинное положение заключается в верности. Я снова, я не хочу унизить значение служения. Я скажу, что для меня значит епископское служение. Написано, кто епископского желает, доброго дела желает. А чего мы желаем? Чего мы желаем? Что это вообще за характер желания? Значит, мне пришлось в жизни пережить три рукоположения, как и Петру, и брату Алексею Игнатьевичу, для меня каждый раз это было новое помазание и возможность сделать что-то новое для Бога. Это не погоны, генерал Фельдмаршал. Это не новое положение, это не человек из другого теста. Но это была всегда Божья милость, которая позволяла сделать что-то большее для Бога. И я это очень ценю. Я это очень ценю. Это очень важно. Но церковь действует в меру при действии каждого члена. Кто-то из поэтов в прошлых веков сказал, что страна, это был поэт, что страна будет только тогда процветать, когда труд уборщицы будет цениться не меньше, чем труд писателя. Каждое место на своем месте имеет свое благословение. То, к чему Господь призвал, то, к чему Господь призвал. Нельзя уничижать одно другим. Просто на ресницах я ходить не могу при всем желании. Но они нужны. Но они нужны. Они должны закрываться. Все должно быть на месте. Вот сейчас привыкли некоторые выщипывать все. Эдвин у нас всегда говорит, наш пресвитер, это все лентяи. Потому что Бог поставил брови, чтобы пот не на глаза капал. Если они все выщипали, у них пота никогда не бывает. И это плохо. Я хочу сказать, нечего из своих бровей делать что-то ужасное. Один западный пастор очень удачно сказал, что если бы Бог сотворил женщин такими, какими их делает косметика, они все бы пришли в ужас. И я скажу, сто процентов я с этим согласен. В Москве был один такой случай. Это были неверующие люди. Но они, видимо, к браку шли честно. Видимо, шли честно. У них никакого греха не было. Но она все время была накрашенная. И когда после росписи они остались вдвоем, ну не пойдешь же такой краской уже в вечер, она умылась. И зашла в комнату. А он не бодрствовал. Он ее как увидел, сказал, ой, мать, ну и страшна же ты. Он совсем не понимал, как его невеста выглядит. И вы представляете себе, себе сразу перед, после брака, такую штуку услышать. Тут избежать, впрочем, может человек неверующий. Но пред Богом каждый человек на своем месте полезен, важен и драгоценен. Он не должен быть ленивым, он не должен быть праздным, он не должен переступать то, к чему предназначено. На руках не ходят, на руках не ходят, на ресницах не ходят, ушками слушают и голова должна все решать. Это существует братский совет, существуют служителя, но все должно действовать взаимно, вместе, согласно. И родители, как родители, они тоже имеют свое место в церкви, и их место очень важно, если вы работаете с детьми, с подростками, и они имеют у детей, это должно быть связано. Я должен сказать, когда нас судили и дали мне этот условный срок, и братья сказали, ты сидишь два года дома, потому что они тебя все равно отправят в лагерь, и не будет ни тебе, ни дому, ничего. Для меня поначалу это было очень тяжело. Мне просто хотелось где-то выйти и посмотреть, как народ идет на служение. Простепенно я стал понимать, что Бог от меня спрашивает что-то другое. И я понял, что мы трудились и тогда, как сейчас, перегружено. И надо сказать, что для детей это не полезно. И Бог однажды мне сказал, сын мой, ты успокойся. Я видел твой искренний труд, твое желание, и поэтому я время, которое ты должен был отсидеть в тюрьме, отдал твоим детям. Займись этим. Это было сначала мне тяжело, но я скажу, под конец это было настолько прекрасное время. Я для себя все время повторял, если бы я не был пастором, я бы занимался детьми. Это трудный, неблагодарный труд. Но зато, когда видишь, как в этих маленьких сердечках потихонечку начинает расти что-то доброе, я хочу сказать, это счастье почти ни с чем не сравнимое, равно как, когда видишь, как люди приходят к Господу, как они растут в Боге, как они учатся понимать голос Божий, отвечать на Него, созревают. Я хочу сказать, это, это, между прочим, великое счастье любой матери. Трудное, но счастье. Видите, как этот маленький, который ты держала на руках, который потихоньку вырастает и причиняет тебе немало огорчений, он все-таки потихоньку вырастает, и трудно сничетин пред Богом. Вы знаете, я почему про это рассказываю? Когда пришло время возвращаться в церковь, у меня появилась такая мысль, что детей собирать на воскресную школу надо, но, может быть, еще важнее собирать родителей на родительское собрание регулярно и с ними работать. Потому что очень многие не относятся к этому делу серьезно. Одна мама позволила себе такое сказать, я уж извиняюсь, но мне придется это повторить, хотя даже стыдно это говорить. Она сказала, я родила всех детей, как вы нас учите, теперь пусть церковь воспитывает. А то дыхание перехватывает от такого кошмара. Но Библия говорит, что она спасется через чадородие, если пребудет вере, любви и святости, целомудрию. На немецком языке последняя половина стоит во множественном числе. Спасется через чадородие, если пребудут. Конечно, это нелегкий труд, но дети должны быть рождены и должны быть воспитаны. Это трудно, но это подвиг веры. Это то, что нужно нам и детям нашим. Конечно, я не могу сказать, что человек погибнет, если дети его все-таки пошли в мир. Потому что здесь есть вещи, которые иногда трудно поддаются описанию. например, Бог сказал Ревеке, что Иакова я возлюбил и Савва возненавидел. То есть Бог что-то видел, выбор остается. Выбор Христов я не сомневаюсь, он был безупречным, но среди его выборных был Иуда. Но все-таки я хочу сказать, освещаемые родителям дети, они освещаются верующими родителями, они следы этого освещения должны чувствовать. поэтому роль родителей она очень важна. Но вместе с тем родители, они должны с вами взаимодействовать. Я бы действительно был сторонником того, чтобы периодично и, может быть, чаще, чем оно получается, родителей собирать. Я был бы сторонником. Тут на этом есть разные вещи. Во-первых, это на таких служениях можно родителям давать какие-то наставления. Во-вторых, в таких ситуациях очень гораздо легче после этого вступать в контакт. Я, может быть, бы даже их собирал. Я просто высказываю свои мысли вслух. Это не в смысле, что я какое-то новшество вести хочу. Это мои соображения, но и в бремени не получается так. Если бы присутствовали родители и кто занимается, они бы лучше бы вас знали. Кроме того, с родителями разговаривать – это особая статья. Совершенно особая. И если еще человек, который разговаривает с родителями, он годится в тетушке родителям, то это хорошо. А если ты молоденькая девочка или молоденький брат, то некоторые говорят, у тебя никого нет, ты теоретик. Это еще мягко сказано. то в этой ситуации слово служителей, слово служителей, слово церкви, возможность родителей познакомиться, что с их детьми делается, высказать их, неукоризненно высказать проблемы, оно бы им помогло. Когда-то, когда я в России стал посылать своих детей в музыкальную школу, я им сказал, мне не нужно, чтобы вы были музыканты, но я хочу, чтобы вы научились музыке и в вашем воспитании были элементы музыкальной культуры, которые нужны, и без этого человек неполноценно образованный. Мне очень понравилось, как сказала тогда директор музыкальной школы, если вы хотите, чтобы ваши дети действительно занимались музыкой, вы постарайтесь их слушать. Им очень важно, чтобы родители слушали, что дети делают. Я думаю, родителям очень важно слушать, что делают с их детьми, в воскресной школе. Поэтому это общение оно должно быть. Это общение может быть личное. Это общение может быть личное. Очень хорошо, если у вас есть контакты с родителями, с которыми детьми, которых вы занимаетесь. И не только, когда беда случилась. Чтобы прежде сказать, слушай, сестра Мария, твой Паша такое творит, это у любой матери ей становится плохо от этого. А просто какие-то вещи рассказать спокойно, в чём-то поддержать, в чём-то поддержать, что-то показать. Сказать, знаете, мы проходили такие вещи, вот эти вещи ему нравятся, эти ему не нравятся. Какой-то контакт иметь. Я не знаю, в больших церквях это очень трудно. В церквях поменьше, это, конечно, легче. Но это было очень ценно. Я уже рассказывал, для меня составляет большую цену, что я в московской молодёжи знал, в своей группе, который теперь Саша Ручко, что я знал все сердечные проблемы всех молодёжи и подростков. Всей молодёжи и подростков. Это для меня было ценно, не потому что я не перенос за драво. Нет. Это было важно. Мы могли с ними молиться, мы могли с ними говорить, мы могли их поддерживать. Мы могли на какие-то вещи обратить внимание родителей. Поэтому этот контакт очень важен. Важно, что он поддерживается церковно, поддерживается служителями. Может быть, если у вас не получается контакт с кем-то родителями вступить, может быть, даже такие совместные служения не так часто можно проводить, то можно всегда попросить кого-то, кто постарше, чтобы он поговорил с родителями. Поговорить, может быть, тем, может быть, служителям поговорить. Потому что это действительно, это очень сложно. Вот, конечно, в Москве, в Москве это у баптистов. Моя жена, она пришла в нашу церковь, она была пять лет у баптистов. То там была такая одна сестра, я не знаю, знает про это или иначе, или кто-нибудь такую веру блюнул. Ты-то знаешь точно. Ты-то знаешь сто процентов. Она сколько? Лет сорок пять работала с детьми, да? И к ней приводили детей, тех, кто у нее были дети. Конечно, такому человеку легко с ними было. Я скажу, она, хотя бы не принадлежит нашему братству, как учитель, это прекрасный учитель. Это, это вещи какие-то, которые я слышал, это действительно с большой любовью почти полвека жизни отдана работой, работой с детьми. Я ее помню совсем молоденькой, вот, и сейчас это совершенный человек, седовласый, она старше меня, и она большую часть своей жизни этому отдала. Это не все было легко. Конечно, таким людям легче говорить. Людям, кто помоложе, людям, кто помоложе, я сразу у братьев спросил, какой у вас контингент, когда вот эту тему мне давали, у Ромы, я, по-моему, спросил, какой у вас возраст, тех, кто занимается с детьми. Потому что, конечно, маме, которой 35-40 лет, слушать какие-то наставления от 20-22-летнего человека, может быть, всегда трудно, не всегда легко. Но когда это подойдет кто-то более пожилой, или подойдет служитель, и может, сначала без вас скажет, а потом скажет, давай мы его позовем, расскажи, что там было, то это легче. И никогда не надо делать это с претензиями сразу. Вы учтите, что тут есть очень много проблем. Во-первых, некоторые плотские проблемы людей, люди их пытаются угасить в себе, но они вылезают на детях. Например, там, где человек борется с гордостью своей, то ему трудно бороться со своей гордостью в детях. Им очень хочется, всем, и вам также будет хотеться, когда будет побольше, хочется, чтобы дети были хорошие. В тот момент, когда кто-то говорит против них плохо, у них все поднимается. Говорит, ты что делаешь? Я мать. Но передо мной образ почти что тигрицы. Я не выдумываю, не преувеличиваю. Такие ситуации бывают. Все-таки с этим надо, это надо иметь в виду. Это причем проявляется не только у старших людей. Я однажды, меня однажды группа сестер, молоденьких сестер, они мне в дочке гонятся, сказали, почему у нас проблемы с детьми. Я говорю, я им сейчас в двух словах объясню. Да? Правда? В чем? Я говорю, вы любите детей больше, чем Бога. Ты что? Она говорит, а он в чем-то прав. Но я мог себе это позволить. Я знал, с кем я говорю, и мне надо было этим холодным душем что-то останавливать. А проблемы с детьми нарастали катастрофически. Но это не будет слушаться, если это скажет человек, который совершенно молодой. Если это говорить не дедушка, не папа, с этим надо быть очень аккуратно. Вот эти вещи, их нужно учитывать. Кроме того, люди вкладывают, некоторые люди, они не воспитывают детей, и поэтому они сердятся на все замечания. А некоторые они воспитывают, поэтому они не выносят замечания, потому что они вложили туда все свои силы. А теперь эти молоденькие, которые там всего по два часа в неделю сталкиваются с ними детьми, объясняют мне, как их воспитывать. Посидели бы с ними хотя бы недельку. Это звучит примерно так. Но этот контакт должен быть. Я не знаю, как это можно оформить. Можно ли это оформить тем, чтобы когда-то, может быть, зайти в этот дом, поиграть, скажем, особенно в больших семьях, это проще поиграть с детьми, вступить в контакт. Для родителей очень важно, что вы любите их детей. Это же не секрет, что то, что родители видят как недостатки в чужих детях, они совершенно по-другому оценивают в своих детях. Совсем по-другому. И вот эти вещи, эти факторы, все их нужно. Нужно, значит, иметь в виду, нужно на них ориентироваться, это нужно понимать. И поэтому в каких-то ситуациях надо привлечь служителей. Значит, не надо делать человеку больно, но контакт иметь нужно. Я думаю, что таким контактом очень сильно содействовать могут, если у вас тоже есть лагеря, где дети выезжают. Вот такое общение с детьми в лагерях. Когда они вокруг вас, когда они вас окружают, когда им с вами хорошо, когда вы можете им что-то подсказать, когда вы можете им что-то подсказать, когда вы можете сказать родителям, ты знаете, что вот то-то, то-то мы в ваших детях ценим, вот это их слабые вещи, вот это их слабые стороны. Может быть, они что-то вам скажут, может быть, они что-то не скажут. Мы молимся за детей ваших. Это для них тоже очень важно, чтобы они видели, что вы их детей любите, что вы стоите на стороне их детей против греха, но не на стороне осуждающих их детей и осуждающих их, даже если вы имеете дело с реальными изъянами в вопросах воспитания. Даже если вы имеете дело с реальными изъянами в вопросах воспитания. В этой ситуации, там, где вы имеете дело с проблемами, там, где вы имеете дело с родительскими проблемами, вы все равно должны вставать в пролом, в маленький пролом вставать. Вы не можете много сделать. Девушка или брат, которому 23 года, и он работает с 11-летними детьми, ты не можешь заменить им родителей. Но все равно в этот пролом встать можно. Имея какие-то контакты с детьми, тогда, когда дети иногда высказывают что-то против родителей, все-таки надо где-то, утешая детей, стараться сделать так, чтобы они не превращали вас, извиняюсь, в мусорное ведро, куда можно сложить все про своих родителей, что не нужно. Их надо как-то в этом поддерживать и не ожесточаться против родителей. Потому что человек, он чувствует, что вы против него уже настроены. И разговаривать таким образом с родителями, имея какие-то предубеждения, может быть, даже и обоснованные, вы все равно этот контакт разрушаете. Я хочу сказать так. Есть вещи, которые очень тонкие. Они рассказывают вам дети, может быть, какие-то вещи, которые они не хотят, чтобы родители знали. Здесь надо быть очень аккуратно. Потому что, может быть, некоторые вещи, какие-то вещи определенные, их действительно не надо рассказывать. Или, во всяком случае, обратить внимание родителей как-то, чтобы тайно сказанного вами не было выдано. Вы, может, даже не принимаете исповедь. Хотя иногда они говорят и исповедные вещи. Иногда. Понимаете, у нас в Германии не принято, чтобы служитель исповедовал один. Я никогда до Германии этого не видел. Но мне это здорово понравилось. Очень понравилось. Хотя мы иногда старались практиковать, чтобы идти на исповедь вдвоем, но это было просто желание иметь рядом с собой кого-то, кто может поддержать. Мне это чрезвычайно понравилось, потому что оно убирает личностный элемент немножко. Когда человек пытается вместо исповеди разговаривать со служителем, вызывая в нем дружеские чувства, вместо того, чтобы вынести свои вещи, оно правильно по Библии, потому что свидетельство двух есть истина. Но были у меня такие вещи, когда я вел беседу о добрачных отношениях, и буквально после этого подходит ко мне пара, которые на следующей неделе должны сочитывать, в конце недели, следующей. Нас коснулось твое слово, мы хотим исповедоваться. В чем-то делать. Я говорю, вы мне сейчас все рассказываете, я за вас молюсь, но я не принимаю это как исповедь. Потому что я знаю, что они в конце недели перед браком будут говорить со служителями, и те будут пребаживать как исповеди. Они скажут, у нас ничего нет. А это неправда. Я говорю, я согласен. Вы давайте мне рассказывайте, я за вас помолюсь, но в пятницу вы идете на исповедь. Мой разговор – это душепопечительский разговор. Я пришел на ту исповедь тоже. Взял и пошел. Раз уже я все знаю. Я пошел на эту исповедь. Но здесь очень важно, чтобы не получалось, что люди, что дети каким-то образом… Вы не можете этого избежать. Они могут к вам какие-то исповедные вещи говорить. Здесь все-таки очень важно, чтобы они не пытались какие-то вещи скрывать, хитрым образом рассказывая их вам. Это не значит, что все вещи надо рассказывать. Но есть вещи, о которых нельзя скрыть от родителей. Приходит молодой человек, и в процессе разговора с ним выявляется, что он ведет себя нецеломудренно со своими родными и сестрами или со своими двоюродными сестренками. Я опущу подробности. Родители должны это знать. Потому что завтра неизвестно, что будет. Это будет с одной, с второй, а с третьей будет беда. Конечно, это не значит, что надо охнуть и мчаться к родителям. Я думаю, в этой ситуации надо идти к служителям и говорить. Там возникло кто-то и кто-то. Это стопроцентно. Надо начинать эти вопросы со служителей. Как будем поступать? И братья, может быть, не вас пошлют, а сами поговорят. Но это вещи, они серьезные. Если ребенок ворует что-то, курит, направляется в сторону наркотиков, вы не можете это скрыть. Но делать это надо со служителями. То есть вот таким вот образом построена, вот таким вот образом построена, значит, примерно картина взаимоотношений. Она очень важна. Я думаю, чем больше существует доверительное отношение между родителями и занимающимися детьми, если удалось это построить, то это очень важно. Вы можете что-то рассказывать родителям о детях. Я сейчас имею в виду неисповедные вещи. Показывать, что вы в них обнаружили. Только никогда не рассказывайте только плохие стороны. И никогда не рассказывайте только хорошие стороны. Будьте честны. Будьте честны. Будьте в любви. Будьте открыты. Не позволяйте, чтобы какие-то проблемы детей, они настроили вас против них. Вы тогда ничто не можете с ними сделать. Кто-то сказал, мы настолько можем влиять на других людей, насколько глубокие чувства к этим людям у нас существуют. Вы не можете влиять на детей, не можете влиять на родителей, если вы не готовы нести их тяжести. Если вы не готовы делать добро с мудростью, на зло надо реагировать просто. На добро нужна еще мудрость. Добро без мудрости добрым не является. Вот поэтому на эти вещи, на все на них обратить нужно внимание. Как это все в ваших условиях лучше устраивается, то я думаю, что братья сейчас скажут. У меня практически все. Я попробую ответить на вопросы, которые пришли. И хотел бы передать место братьям. У детей возникает вопрос, кого больше любим, Бога или ребенка. Как правильно объяснить это им? Я думаю, что детям нужно говорить, что Бога надо любить все равно больше. Но объяснять им это правильно надо так. Надо сказать, не только Бога надо любить больше, но и Бог любит нас больше. И Бог любит тебя больше, тебя мама любит, любит, папа любит, любит, а Бог еще больше любит. И Бога надо любить больше. И Бога надо любить больше. И ты должен любить больше. И не надо этого бояться. У нас под Москвой была такая церковь, Павлик, наверное, знает, в Новосиньково, да? Помнишь, да? Под... Что? Помнишь, там была вот эта церковь в Новосиньково, по-моему, да? Дмитров. У нас такая церковь была, уверовала одна женщина, сестра. Она была высокого положения в этом городке. Маленький такой поселок недалеко от города Дмитрово. А ее муж высокого положения. Он ее, значит, зовет. Садись, говорит. Я, говорит, имею к тебе вопрос. Раньше ты меня любила больше всех, а теперь какого-то Иисуса. Я ревную. Прямым текстом. Что надо отвечать? Вот что надо отвечать? Можно сказать, конечно, люблю Иисуса, и не приставай ко мне. И в доме конфликт. Она посмотрела на него, улыбнулась и сказала, милый, да какой же ты у меня смешной или интересный. Как только Иисуса я полюбила, у меня гораздо больше любви к тебе появилось. Ты хочешь, чтобы я перестал его любить и стал тебя любить меньше? Но этого он не хотел. Он этого не ожидал. Он полностью растерялся. И через два года пришел к Господу. Поэтому, объясняя эти вещи, надо опять двигаться любовью. Конечно, Бога надо любить больше всего. Не только маме, всем и тебе. Но любовь к Богу дает нам больше любви, чистой любви. И когда ты будешь любить Бога больше, чем маму с папой, ты поймешь их любовь гораздо больше. И таким образом это можно им объяснить. Я думаю, что надо, если есть еще один, очень похожие вещи. Они задают вопрос, вот у нас 10 детей, кого ты больше любишь? Да ладно бы это дети спрашивали, это меня взрослые спрашивали, кого ты из людей, детей больше всех любишь? Я всегда отвечаю на этот вопрос примерно так. Знаете, у меня есть две разных рубашки, я не могу к ним одинаково относиться. То тем более к разным детям я не могу относиться одинаково. Я люблю их равно, но по-разному. Я не могу сказать, что у меня меры любви кому-то больше. Конечно, есть дети разные, иногда даже им кажется. Потому что я же вижу, что одного нашлепаешь, оно ему помогает, другого ожесточает. Ты меня шлепаешь, а его нет. Ну правильно, потому что оно ему помогает. Они почти все говорят, ты всю работу возлагаешь на меня. Это почти все говорят. Я им говорю, вы меня простите, я на самом деле на вас примерно равно раскладываю, но может быть вы мне позволите, что я буду распределять работу, а не вы. И они понимают это потихонечку. Вот эти вещи, на них нужно обращать внимание и говорить детям, что мы любим вас по-разному. Иногда, может быть, кто-то больше наказывается, иногда кто-то меньше. Но это не связано с тем, что родители тебя меньше любят. Иногда, вы сами прекрасно знаете, что если в семье, об этом любит очень Володя Киселов говорить, что если в семье несколько детей, и один, например, все время в тюрьмах, он обычно вызывает самое большое сочувствие мамы. И не потому, что она довольна, что он там все время в тюрьме, и гордится своим сыном, потому что она за него переживает. И написано, что о менее благородном прилагаем больше попечения. То есть это все время надо использовать, открывая человеку Библию показываемую. Иногда дети влюбляются в учителей, в особенно молодых совсем. Как правильно вести в таких случаях, как объяснить это детям? Ну, видите, что значит влюбляются? Все-таки я понимаю, что если это влюбленность 15-летнего в 20-летнюю, то тут надо думать. Наверное, дистанция должна быть больше, потому что она приобретает нездоровый характер. Об этом нужно говорить и что-то менять. А если 10-летний ребенок, там, скажем, обожает свою учительницу, которой 25 лет, я уже говорил, что маленьким детям, почему-то детям в возрасте 7-80 лет, они очень расположены к молоденьким тетушкам, и там ничего греховного нет. Ну, пусть они оказывают на них влияние. Только в этой ситуации вы должны понимать, что на вас лежит огромная ответственность. Когда они вас, может, слово «влюбляются» не подходит, когда они вас обожают, скажем так, то ваше влияние на них огромное. Больше, чем родителей. Они могут прийти, папа им говорит, и он говорит, что тетя Таня так сказала. И у папы кончились слова, потому что он понимает, что тетя Таня для него, но это второе лицо после Бога. То на это накладывает большую ответственность. Это накладывает большую ответственность. Это требует определенного смирения, и, я думаю, понятно. Так. Если у ребенка отец умер, мама лишена родительских прав, опекун отлучен от церкви, не почищает служение. У ребенка проблема. Стал воровать в магазинах. С кем разговаривать? Ну, видите, бывает, человек отлучен от церкви, но с ним можно разумно разговаривать. Тогда имеет смысл. Если с ним поговорить, он его отлупит как следует, и на этом все кончится, то, наверное, надо разговаривать с ребенком. Наверное, надо разговаривать с ребенком. Я скажу так. Когда ребенок ворует в магазинах, то, в принципе, очень важно, чтобы он это отнес назад. Я сам ходил с такими детьми, так и теперь пошли. Ты что? Я шоколадку взял. Пойдем. Вот идем в этот магазин. Вот подходим. Давайте нам заведующая. Вот он вам что-то хочет сказать. Если он покаялся. Потому что такие вещи, они сразу останавливают. Вынесенные во свет. Вынесенные во свет. Знаете, иногда это вызывает совершенно шоковую реакцию Германии. Он принес через полгода, покаялся, принес магнитофон, который он ухитрился утащить. Тот бедный весь отдел собрал. Я говорю, первый раз такое я вижу. Они ему подарили этот магнитофон. Потому что полгода прошло, его нельзя принять. Он уже списан, как сворованная вещь. Но человек получил прощение. Один ухитрился. Может быть, это немецкая проблема. Один ухитрился на стоянке ударить другую машину. Помял ее. Надо вызывать полицию. Он исчез. Через шесть лет он кается. Что делать? Пошел в полицию. Тот на него смотрит такими квадратными глазами. Говорит, а зачем ты пришел? Ну, я покаялся. Я хочу в Бога верить. Я верю в Бога. Я не хочу иметь препятствий в Царстве Небесное. Иди домой. Ушел домой. Через неделю получает письмо. Ваше дело рассмотрено. Претензий к вам не имеете. Может, свободно идти в Царство Небесное. В подпись начальника полиции. Братья и сестры, это весело. Но я хочу сказать, это серьезно. Когда человек выносит во свет, это серьезно. Поэтому здесь надо посмотреть. Если опекун даже отлучен от церкви, не посещает служение, или с ним можно разумно говорить, то имеет смысл. Если ребенка поколотит, и на этом все кончится, то надо работать с ребенком. Из-за таких детей, наверное, особо молиться. Так, я хотел с места еще дать братьям. Как относиться к дружбе детей с детьми мира? Вы знаете, это очень сложный вопрос. Понимаете, это очень сложный вопрос, потому что за словом «дружба» скрываются очень разные вещи. Понимаете, если они играют там во дворе в песочнице или что-то, ну ничего в этом плохого нет. Не можем мы их забрать. В самый разгар гонений приходит ко мне Эстер и говорит, слушай, папа, я вот этой девочке рассказала о Боге, а она просит за нее помолиться. Это я под домашним арестом. Это значит, что если она выйдет, скажет родителям, и я обрабатываю несовершеннолетних, потом они меня точно вкатают в срок. Но к тем двум еще пять прибавят. Но я все равно с ней помолился. Такая дружба пойдет. Но если мы видим, что они втягиваются интересы других детей, это не пойдет. Это не пойдет. Обычно, когда я видел, что они с кем-то контактируют, если я видел, что это влияние плохое, я им всегда говорил, с этой девочкой, с этой мальчиком, ты не играешь. Почему? Я никогда не объяснял. Потому что если я вижу проблему, он ее не видит. Я его просто останавливал. Я тогда пользовался словами Степана Григорьевича. Его когда спрашивали, он не хотел отвечать, он всегда говорил, я так усматриваю. Мне поначалу это очень не нравилось, а я сейчас этим пользуюсь. Мне очень мудро это показалось. Я так усматриваю. А потом через недели-две они говорят, а ты знаешь, папа, ты нам с этой девочкой запретил играть. Ну я, потому что у меня старшие дочки. А она такая и такая. Вот очень прекрасно. Я это две недели назад видел. Понимаете, здесь нужно смотреть. Мы должны видеть. Если мы видим наших детей, то они могут какой-то контакт иметь. Если мы не видим, что там происходит, и они их втягивают куда-то, это плохо. Если эта дружба перерастает в какие-то очень близкие отношения с детьми мира, которые их вовлекают, это плохо. Если они что-то рассказывают о Господе и могут стоять, то совершенно так же это нельзя запретить, как то, что они ходят в школу. Это больше от нас зависит. Ребенок иногда говорила, надоело жить. Что делать? Я скажу, звать Господу. Звать Господу. Я хочу сказать, по большей части эта проблема может быть связана с тем, что Бог стучит в его сердце. Звать Господу. Скажите, я тебя очень хорошо понимаю. Очень хорошо понимаю. Жизнь всегда будет тяжелая, если в твоей жизни не будет источник жизни. Правда, вы должны при этом проверить одну вещь. Нету ли там оккультных влияний? Потому что если там есть оккультные влияния, то у ребенка могут возникать суицидные моменты. Понимаете, что такое суицид? Это попытка самоубийства. Вот здесь надо быть очень внимательным. Или, может быть, там ребенок в грех попал. Вот эти вещи, они будут очень убийственны для ребенка, потому что, попробовав грех, попробовав курить, попробовать пить, или там, тем более, какие-то нецеломудренные вещи, а сейчас они очень далеко могут заходить в очень ранном возрасте, у них появляется отвращение. Отвращение к жизни, отвращение к лицам другим. Им становится все. Вот эту вещь, ее надо бы понять. С чем это скрывается? Если это скрывается с грехом, но все равно надо ребенку показывать, что Иисус умер, что Иисус страдал за нас, не набрушиваться на Него с кучей упреков, но предложить Ему исповедание и путь выхода. Так, грехи родителей, уже прощенные Богом, передаются по наследству детям. Если да, то что делать? Да, то, что человек посеял, он пожинает. Не всегда, но очень часто мы видим в наших детях наши собственные недостатки. С этим надо бороться точно так же, как мы боремся со своими вещами. Во-первых, не надо впадать в отчаяние, надо понимать, что это то, за что мы молимся. Не надо ребенку исповедовать, ой, ты знаешь, это мой грех. Это исповедовать иди служителю. Попроси, чтобы служитель помолился, потому что он завтра же точится, скажет, это ты мне в наследство дал, и ты виноват. И ты будешь виноват, действительно, потому что ты сделал очень неразумно. Но за это надо молиться, зная эту борьбу, ребенку что-то подсказывать. Выправлять его, направлять его, молиться за него и, значит, предпринимать какие-то меры, чтобы вырабатывать. Понимаете, грех, он по-разному себя проявляет. И одна из этих вещей – это выработанная привычка. Это не самый центр греха. То здесь надо вырабатывать какие-то другие вещи. Какие-то другие вещи. Кажем, апостол Павел говорит, кто крал, впредь не клади, а лучше трудись своими руками, чтобы было из чего помогать нуждающимся. Это лекарство для всех тех, кто занимался воровством. И если человек занимался, к примеру, воровством и видит в ребенке эту склонность, то важно научить ребенка понимать, что давать блажение, чем принимать. Люди, которые были связаны с наркоманией, особенно с алкоголизмом, у них очень болезненная реакция, она все несправедливая. И не потому, что они такие справедливые, а потому, что за этой болезненной реакцией скрываются последствия их алкогольной зависимости. И в этом смысле людям очень важно научиться покрывать, прощать, нести. Если мы видим у ребенка такие вещи, то его нужно, соответственно, направлять в правильное русло. Поясните подробности о том, как мыть детей, что касается ноготы. Я думаю, что детей надо мыть в простоте. Потому что, если вы моете ребенка, и у вас эти мысли появляются, то вы ребенка тут толкаете куда не надо. Он схватит, что вы думаете. Он схватит, что вы думаете. Конечно, когда дети уже старше, они стесняются. Пусть моются сами. Надо смотреть. Вот я скажу, зная по своему опыту, я имена здесь не называю, я видел, что некоторые девочки стесняются, когда я их мою, чуть ли не с полутора лет. Ну, я делал очень просто. Голову сюда, одну ногу держишь, и меня, пожалуйста, мой сверху донизу. Но когда я увидел, что они стесняются, я сказал, Надя, теперь мой их ты. Зачем я буду стыдливость человека раздражать и убивать? Ну, есть дети, которые более спокойно относятся к тому, что я папа до какого-то возраста. Или мальчики, что мама. То здесь надо спокойно к этому быть. Если вы видите, что у ребёнка возникает какая-то реакция, да, или он задаёт какие-то в этот момент вопросы, и вот голый, а как ты, то в этот момент надо быть осторожным. Лучше пусть моет папа. У них бывают такие какие-то чудные вопросы. А ты могла бы со мной под душ встать? Никогда нельзя ни в сауну, ни в баню ходить со своими детьми. Я имею в виду однополыми. Библия запрещает детям видеть наготу родителей. Запрещает. Это нельзя ни в коем случае делать. И когда у них проявляется этот интерес, не падая в обморок, надо аккуратненько это отодвинуть. Не возбуждая в человеке нездравые мысли. Но если ребёнок относится к этому спокойно, вы до определённого возраста можете это делать и не должны сами задаваться этими мыслями. Это ваш ребёнок. Но если вы видите, что возникает у него чувство стыдливости или нездравое любопытство, тогда стоит передать и это значит тому из родителей, кто соответствует полу вашего ребёнка, девочку маме, мальчика папе, до какого времени их нужно мыть, а потом они научатся сделать сами. Брату Ричарду. 17-летняя дочь ушла из дома и живёт гражданским браком. Как её вернуть? Ну, во-первых, надо за неё молиться. Этот человек живёт в грехе. Этот человек взрослый. Я бы посоветовал для начала вступить ей в нормальный брак. Не в гражданский, а в нормальный. Если ты хочешь с ним жить, она всё равно с ним живёт. Вступи в брак и потом звать их Господу. А потом звать их Господу. То есть те отношения, которые возникли, вот что было бы. Человек пришёл к нам в церковь, и он живёт в таком гражданском браке, нерасписанный с кем-то. Она уверовала, скажем, или он, что мы говорим? Распишись с ним, и мы тебя примем. Распишись и проповедуйте ей Евангелие. Причём здесь уже надо призывать ребёнка, здесь уже надо призывать ребёнка к Господу, как грешника. Понимаете? Не в смысле говорить, а вот ты грешница, но призывать, как грешника. Она нуждается в прощении, она нуждается в покаянии, ей надо говорить о любви Божьей, ей надо говорить о важности праведной жизни, ей надо говорить о том, что благочестие на всё полезно, имея обетование в жизни настоящей и будущей. Может быть, братья будут отвечать на вопросы дальше? А то... А ты всё ответил. Нет, тут ещё есть вопросы? А ты... А ты... Если у нас что-то будет добавить, мы добавим. Ага, хорошо. Как вы относитесь к походам с детьми в бассейн? Ну, я отношусь... Я никогда с ними не ходил и не отношусь очень хорошо, потому что я думаю, что при всём том, мальчики, видящие свою маму в купальном костюме, это не самый лучший вариант. Вы поняли меня? Да. Да. Ну, вы должны это обговаривать со своими служителями, понимаете? Вы должны обговаривать. Я знаю, что есть людям, нужны лечебные процедуры. Так я ни в какой бассейн не пойду, зачем это мне нужно? Я помню это с моей молодости, когда я покаялся. Я уже говорил, я покаялся один. Я был не в церкви, а родители всё время выезжали в палаточный лагерь, обычно это было на Аку и на пляж. Я говорю, я не пойду. Они говорят, нет, ты пойдёшь, а я не могу им противостоять. Я говорю, ладно, я пойду. Я натянул на себя спортивное трико чёрное, надел майку, взял книжку и уселся под куст. Я всё послушался. Они были очень недовольны. Я, чтобы ни на кого не сидеть, уперся в эту книжку, читаю её, сижу одетый в длинное трико и в майке. Они меня даже зафотографировали так, желая устыдить. Но это на меня не действовало, они потом поняли, что мне это больше удовольствия не доставляет. Я не могу сказать, вот у меня появилось какое-то чувство, что я не могу вот таким вот образом. Конечно, если ребёнок больной и нуждается в этом, это другой вопрос. Я думаю, что в этой ситуации было бы неплохо, если бы ты с ней находилась, не обязательно, что ты должен быть раздетым, чтобы просто видеть, что происходит. И, конечно, желательно, обстановка, которая там, она достаточно целомудренная. Потому что будет плохо, если исцеляю её тело, она в это время вступит в какие-то контакты с кем-то, которые потом повредят её души. Всё. Можно я сейчас вам рассказать, что есть, например, такая ситуация, когда у детей и деток целомудренные и как бы тяжело до них внести. То есть дети все куда-то, а украли до семей. Потому что в совместном предпринимании девушка как-то другое отнести в голове для детей. Однажды все речи убегают на наши другое и все остальные как-то слабые садились, пошли. Это где? Мы в семье. Мы пытаемся что-то принять в углублении. Они как-то... Я не знаю, что-то не понимала, что сначала одни штаны, а потом футболку, а потом то и то. Они уже просто в ходе, в ходе. Нет, но это их надо потихоньку приучать. Это навыком приучается. Особенно важно, чтобы мальчики при девочке, девочке при мальчике немножко стеснялись. Ну, там девчонки, они переоделись, они переоделись. Вот где-то. Но их-то навык, надо навыком. Их так надо спокойно, мягко. Понимаете, дети очень многими вещами, они воспитываются постоянством. Вот я ей говорю, иди, мой посуду. Она говорит, хорошо идет в противоположную сторону. Я говорю, стой, куда я тебе сказал идти? Она поворачивается и мне говорит, а ты что, сердишься? Верой всем нельзя. Я рассказываю реальную практику в своей семье, когда я был еще моложе. Я думаю, что делать? Я говорю, иди, моя посуда найдет. Я иду за ней. Раз десять повторил. Ей это надоело, она вымыла посуду. На следующий день девять, восемь, семь. Я добился, что с первого раза это делал. Но здесь надо терпение. Если вопрос стоит от года, там ты сказала, до семей не вместе, там еще малыши. Это ничего? А если у тебя будут сини и до пятнадцати вместе, другой вопрос? Нет, тут Иван, если сейчас поставить эти вопросы, значит, вот это вы не приношли. Старайтесь, Максимов. Если у тебя будет все это под контролем, этой волей будешь им говорить. Еще есть другая ситуация. Чтобы нам, беседуя, преждевременно не загрузить информации детей. Да, да, да. А то можно подпихнуть их, на что не надо. Поэтому пускай вам Бог даст мудрость. Ну да. Я немножко хотел бы добавить, только я, не по этой линии, но к вам, преподавателям. тема взаимоотношений учителей и родителей. Я недолго? Минут? Пять. Я не помню, к чему Игнатью. Конечно, можно бы говорить раз взаимоотношений и к родителям, и к преподавателям, но поскольку здесь в основном преподавателям, то я хочу немножко сказать в порядке совета, а то, может, даже и для молитвы. Поймите, как родители, так и дети очень разные. Разные по духовному состоянию, разные по воспитанию, разные эмоционально. И вы, в том числе это касается и нас, служителей, надо с одной стороны быть способными понимать, с кем я разговариваю. С другой стороны быть терпеливым, понимать, с кем я разговариваю, для того, чтобы не шаблонно то, что сказал одним родителям то, что сказал другим родителям. Понимаете? Равно и к детям. Вы знаете, у нас есть дети, которые сказали, я очень сожалею, что я родилась в этой семье. Вы все понимаете, какая семья и какое там. Они там не чувствуют и не видят того, чтобы они хотели. если они от вас не увидят ласки, тепла, совета, наставления, то им вообще не захочется вообще жить. Вы понимаете? Другое дело, нельзя так относиться, как у нас есть изиты. Это как родители, так и дети неуправляемы. Здесь, безусловно, отношение должно быть другое. Конечно, я понимаю, что не мудрено для большинства здесь сидящих и без меня это понимать. Но я хотел бы сказать, что поймите, в такой ситуации важно вам, как и нам, молиться, чтобы Бог дал мудрости, помог терпеливо и с любовью, как слышали сегодня, понимать, что Бог возложил, и мы согласились нести этот труд. Господи, помоги! Если мы, даже вот слушая наставления, или сами понимаете это, и не будем нуждаться, чтобы Господь помог, нас не будет хватать, как я люблю выражаться, нас не будет хватать ни на родителей, с которым, допустим, нельзя, они не могут понять, и на детей. Поэтому просто, дорогие учителя воскресной школы, поймите, что это труд, что это ваша награда, что за это Бог готовит вернец, уже напоминал брат Ричард, о том, что труд вас в ваш нещете. Вот такой порядки совета я бы хотел вам сказать. Пожалуйста, может, еще у братьев что-то есть. У Павла, у Олега. Тут еще один вопрос. На ответ, когда дети не должны видеть на году родителей, я ухаживал за своим отцом после операции, как быть в такой ситуации. Нет, это совсем другой вопрос. Я понимаю, что такие ситуации обычно для родителей тяжелы. И мы должны быть особенно в таких ситуациях, оказываясь нашими родителями, очень стыдливыми, очень стыдливыми, очень целомудренными, стараясь щадить их чувства, потому что им это тоже неприятно. Но это совершенно другая ситуация. Да, что? Это у меня вот очень умный, чтобы исповедаться, потому что смело засмеют, и сейчас пока не исповедуют. другой вопрос. Важно, как мы среагировали на это. Вопросов нету больше. Перестань нарушать. перестань нарушать. Перестань. есть еще к этому добавить. Можно добавить. Надо просто практически уметь этим объяснить, что и я нуждаюсь в священии, и я такой же, как и вы, дитя Божие, и Бог с нами работает. Знаете, где мы неправо наказываем детей своих, мы видим, что мы неправильно погорячились, не разобрались, не уникли, то надо быть мужеством при ребенке извиниться, помолиться, говорить, прости меня и вместе помолиться с ребенком. Я думаю, что это будет очень хорошо. девушка узнала, что мама три раза пыталась избавиться от нее. И бать всегда ее упрекала, что она всегда делает наоборот. Девушка, я пропускаю какие-то вещи, может, я даже не все могу понять. Девушка верующая прощает мать, но часто говорит, что жить не хочется. Тем можно помочь девушке. Да, мы должны знать, что не только, когда такие вещи делаются, но когда ребенок нежеланный, это травмирует его. Вот просто, скажем, верующая семья, мать вдруг поняла, что она беременная. Первая реакция. Слава Богу. Ой, опять. Вы знаете, они что-то там чувствуют. Иногда это носит непонятный характер, просто непонятный. Я сейчас не помню это имя, но один очень известный дирижер, придя с одной репетиции к своей маме, сказал, мама, я сегодня пережил что-то непонятное. Мы разучивали, по-моему, это был виолончельный концерт Шумана, и я каждый раз, перелистывая партитуру, знал, что там будет на следующей странице. Представляете, что это кестровая партитура симфонического оркестра. И я все знал. Я не могу это объяснить. Я первый раз такой столкнулся, она улыбнулась и сказала, я тоже не могу объяснить, но могу тебе одно сказать, что всю беременность с тобой я разучивал этот концерт. понимаете? Это вещь серьезная. Вы знаете, что есть такие хроникальные кадры, я их сам не видел, но верю. Когда делают аборт, эти щипцы влезают туда, он пытается увернуться. А когда в него впиваются, у него открывается рот. По-моему, это даже фильм называется «Безмолвный крик» или как-то подобным образом. Каким-то подобным образом. Поэтому вот это нежелание на ребенка отторгает. В ситуации этой это надо поговорить, это надо говорить учителям воскресной школы и надо говорить служителям. Здесь очень важно, здесь очень важно, чтобы ребенок понял, отец и мать оставили меня, но Господь примет меня. Вот, чтобы ребенок понял эту мысль, что я нашел настоящего отца, я нашел настоящую мать в лице принятым Господу, я нашел братьев и сестер больше, чем было, да? Понятно, да? Я своими словами говорю какие-то вещи. Очень важно, чтобы ребенок верой это принял и начал этого держаться, потому что иначе это постоянное чувство отвержения, оно будет его преследовать. Это очень плохо. Он должен верою отдать это Господу и это победить. По-разному рассуждают о гомеопатических рецептах. Что это за лекарство можно ими пользоваться? Я скажу нет. Это нет. С точки зрения медицины, это лекарства, в которых отсутствует, в которых отсутствует, значит, химические, ну, эти лекарственные вещества, они разводятся до невероятных количеств, это обычно сильные яды. человек, который это создавал, он говорит, что он лечит духом лекарств. Но духом лечит только Господь. Духом лечит только Господь. Там, например, они когда это разбалтывают, там в тысячи, в миллион раз, они еще трясут их специально в направлении центра земли, это зачем интересно? Это вещи, которых не должно быть. Вот, они исключены как продукт антропософии, как продукт, он был сам антропософом, этот, Генеман, они исключаются из жизни верующего. Не надо себя гипнотизировать, позволять заниматься акупунктурой, иглоукалыванием и подобными вещами. Молоденькая сестренка обращается, но не часто, с неверующим молодым человеком, который старше ее на 6-7 лет. Она относится к нему как брату, даже как другу, молится за него, чтобы он обратился ко Христу. Но дело в том, что она очень дружелюбна, добра, готовна всегда помочь. И она говорит и понимает, что он относится к ней не просто как другу, но как девушке. Предлагает даже в будущем быть женой. Это на протяжении двух лет. Она не раз объявляла, что они с ним просто друзья. ни о каком замужестве не может быть и речи. Она понимает, что своими силами не сможет показать ему дорогу к Богу. Можете просто молиться за него и посоветовать не звонить ему, не разговаривать с ним. Ведь сердце касается Бога, а не человек. Я хочу сказать, это вопрос очень сложный, тяжелый, хотя по сути ответ на него очень простой. она должна его оставить. Он ее просто друг. Но я уже снова задал вопрос, а как люди идут к браку? Через вражду что ли друг другу? Это нормальное отношение. Это нормальное отношение. Когда у людей не сразу страстные отношения являются, а дружеские. Вот сейчас моя дочка будет выходить замуж в Израиль. Я слушаю, как они разговаривают по телефону, они разговаривают просто как приятели. Он сделал ей предложение. Когда она была там, он мне позвонил. Я сказал, в Израиле не разговаривать. Она приедет, мы будем здесь говорить, в Германии. Я не хочу, чтобы вы там разговаривали. Разговаривать будут наши служители на месте, как положено, делается через служителей. Она приехала, помолилась, у нее хорошие отношения были с ним. Помолилась там 3-4 недели, сказала да. Я послушал, как они говорят, мне это очень нравится, что они не воркуют, как голубки, они разговаривают, у них хорошие отношения, оно превращается в то, что надо. Он понимает, что он от нее хочет. Она не понимает. Трактор Рейтель, ты сказал вопреки меня. Я даю только неделю, а ты три даешь даже. Еще еще думала. Три недели думала. Но я говорю, молись, скажешь ответ. И через неделю говорит, я еще не готова. тем более он находится за две с половиной тысячи километров от нее. Тут никакого соблазна нет. Он мне звонит, скажи ответ. Я говорю, успокойся, когда она скажет, я тебе позвоню. И все, он успокоился. Я знаю хорошо этого человека. Павлик его тоже знает. Кирилла Хмельницкого. Бен Йосеф, как теперь его фамилия возраивает. Я сейчас говорю не о сроках. У нас тоже ограничено после помолвки до брака срок два месяца. Тут ситуация другая. В Израиле им надо еще документы. Еще надо выяснить, где они будут расписываться. Признает ли Израиль германский брак, им придется на Кипр ехать или в Данию. Это еще все хорошие проблемы, которые меня ожидают. Не только ее. Потому что она без меня не поедет на Кипр. Это исключается. Жена не поедет с ней. Поэтому здесь ей надо сказать, она не только не приведет ее к Богу, она является препятствием на пути его к Богу. Потому что он все воспринимает через нее. Человек, вступающий в брак в церкви, он все равно воспринимает свою невесту в теле Христа. А когда человек воспринимает через телесный интерес, плотской интерес к девушке Христа, то она останется в центре. Он к Богу не придет. Он может какое-то время походить, а потом скажет, все, я больше не могу, как один у нас такое сделал. Сказал, теперь я в церковь не хожу, я пришел в церковь ради тебя, больше у меня желания нет. И точка, и делай что хочешь. Я понимаю, что там затронуты такие струны души, которые очень трудно освободиться. Этого человека надо вести Господу, с ней надо аккуратно говорить, но в этой аккуратности нельзя откладывать решение вопроса на долгие года, потому что она влипнет и попадет. И потом, когда у нее появятся другие чувства, она их осознает, вы уже ничего не сделали. Сестра потеряна, сестра упала, с ней надо говорить, ей надо объяснять, за это надо усиленно молиться. Пусть Бог даст вам мудрость. Как вы относитесь к продукции Procter & Gamble? Меня это уже спрашивали. Ну, я скажу, когда мы уехали в Германию, московские друзья показали мне, что эта фирма платит десятину сатанистам. Для меня те документы, которые были мне предоставлены, они убедительны. Потому что это делал Алеша Карасев. Вытягивал это откуда-то, откуда-то вытягивал и дал мне эти документы. Что? И дал мне эти вещи. Конечно, я понимаю, что я не могу сейчас в церкви, я в Германии об этом вообще никогда не говорил. Я не могу сейчас выдать верующим списки, чего можно покупать, чего нельзя. Все, что произойдется на торгу, ешьте без всякого рассуждения. Но если я уже это узнал, я больше это не могу делать. здесь дело не в заколдованной продукции, здесь дело в том, что я не хочу, чтобы 10 на часть моих денег шла на эту компанию. Однажды одна моя дочка купила, ой, говорит, я выкину этот порошок, это Проктер-Энгелл. Я говорю, ты должна была раньше смотреть, деньги все равно ушли. Выкидешь ты его или не выкидешь, это тебе не поможет. Деньги ушли, смотри раньше. Поэтому я знаю, что это так, я это не покупаю. Когда меня в Германии кто-то спрашивает, я говорю так же, как и вам. Все понятно. Наверное, можно молиться. Продолжение следует...